здравствуйте дорогие друзья я рада что мы с вами можем двигаться дальше а значит достичь результата и цели ведь каждый раз когда просыпаясь мы понимаем что это еще одна дистанция которую надо пройти и пройти в правильном направлении пройти в нужном темпе а значит достичь большего чем это было вчера мы можем остановиться на достигнутом и это не самое лучшее что можно сделать а скорее это как раз то что приводит человека к потерям потому что кто не собирает тот расточает так сказал господь и поэтому нам надо для себя понимать если я собираю в сегодняшнем дне то завтрашний будет тоже обеспечен не потому что я забочусь о завтрашнем бог позаботится но он знает что мы нам надо сделать сегодняшнем дне что в этом дне нам не потерять как время как возможности как те результаты которые уже в предыдущих днях для нас были посеяны чтобы сегодня произошла жатва поэтому хочу с вами сегодня продолжить разговор на тему давида и его благоразумие но оказывается это тоже имеет определенные последствия я думаю что нет человека на земле который бы сказал я хочу быть глупым или я хочу быть неуспешным я хочу быть человеком которого ничего не получается даже люди которые не особенно разумны это они хотят успеха это хотят безопасности и это нормальная составляющая каждой личности пока мы на этой земле мы на самом деле об этом переживаем и заботимся но посмотрите когда человек становится успешным и благоразумным потому что бог с ним что это производит в других людях я бы сказала даже в сильных людях потому что сейчас мы говорим о сауле как о царе и вот сильный человек и и саул видел что он то есть давид очень благоразумен и боялся его оказывается есть последствия у благоразумия эти последствия не совсем желательно и человек на них может даже не ориентироваться потому что кому какое дело казалось бы я делаю то что я считаю нужным более того бог на моей стороне и благоразумие сегодня подкрепляется его присутствием и можно даже не оборачиваться по сторонам не идти на какие-то розыске проблем но они начинают человека догонять почему потому что на самом деле есть последствия выраженная зависти выраженная в страхе за свою позицию и вы помните что саул в курсе что его бог оставил он в курсе что его статусность на время пытаясь ее по-человечески как-то удержать по-человечески как-то укрепить он теперь вынужден контролировать все что рядом с одной стороны для царя это вроде бы должно быть естественно но с другой стороны если ты получил какой-то статус от бога у тебя никто его не заберет если ты сам конечно не отдашь но если бог отступил то ты его не удержишь сколько бы ты ни старался это делать и может быть ты найдешь врагов ты можешь быть с ними даже разберешься но статус свой ты не удержишь поэтому так важно чтобы мы сейчас понимая что это одно из побочных явлений благоразумия и божьего присутствия это завистливое око и страх в людях которые уже в позиции которые уже сильнее тебя казалось бы по позиции не бойся достаточно того что бог на твоей стороне или ты на его стороне скорее будет так потому что когда мы выбираем благоразумие мы встаем на позицию божественной платформы и там его присутствие нас покрывает чем я хочу сейчас и благословить этот день небесный отец я благодарю тебя что могу благословлять этой платформой небо при которой человек имеет твою защиту покров и понимание что господь царствует на этой земле и над землей и поэтому принимая от тебя такую возможность такую привилегию я благословляю каждого человека жить под покровом и не бояться страхов со стороны тех кто сильнее нас по позиции потому что у тебя все под контролем во имя иисуса христа аминь всего доброго до новых встреч до свидания и и Субтитры создавал DimaTorzok